привет мы уже познакомились со всеми сегодня я общаюсь с группой горячий шоколад очень крутая мне сегодня запись получится расскажите как вы отдыхаете вы часто бываете ходите по заведениям может быть многие наши подписчики ваши поклонники хотят знать как отдыхает группа шоколад куда она ходит где она проводит время конечно мы часто встречаемся с девчонками помимо вот концертов нашей рабочей деятельности и проводить время вместе потому что вот у нас уже такая сплоченная команда и знаете когда часто долго вместе уже становимся друзьями подругами нуждаемся друг дружке ходим всякие кафешки конечно и лапы бай дека не исключение это одно из наших любимых заведений где мы можем обсудить какие-то рабочие моменты ну и просто встретиться с друзьями соответственно нас уже здесь знаете вы работали стык любимые блюда ван катя у нас очень люблю очень люблю супы на том ям это первое блюдо которое если я ем как знаете как говорила мама бабушка всегда каждый день нужно и кушать горячее но вообще знаете мы несмотря на то что мы такие худенькие мы прям любим покушать мы прям очень любим это ни для кого не секрет тема еды это наша тема красоту и я думаю когда активно человек активен ему соответственно нужно восполнять это сон и соответственно еда вот и особенно мы очень много кушаем когда мы там работаем за ездим и путешествуем вот поэтому мы так скажем гурманы и пробуем разную кухню люди но я уже с горького опыта могу сказать что я стараюсь кушать однотипную еду потому что иногда бывают случаи когда неожиданности которые крайне в это заведение мы приходим с уверенностью и можем здесь покушать нужно быть уверен что еда качественная сюда когда мы приходим конечно такие вопросы даже не возникают естественно я очень люблю морепродукты и здесь именно вот можно покушать и роллы и лосось вот я заказала салат с креветкой всегда все очень свежая очень интересные заправки я рекомендую я думаю что многие придут сюда хотя бы увидеть вас часто бываете вообще ну хватает время приходить отдыхать или не часто конечно мы также занимаемся саморазвитием также развитием группы занимаемся но свободное время почему бы и нет ходим до заведения сюда ходим знаете бывает так что мы встречаемся на студии она здесь недалеко находится и затяжные беседы когда мы решаем что да как дальше переходят плавно то что мы обязательно хотим кушать и знаете здесь при они сюда приходим здесь вы наверное уже как дома это же года вот здесь всякие моменты интереснее решать потому что мы можем спокойнее решать так как знаете когда человека голодный и он злой и такая вот атмосфера она располагает знаете вот очень расслабляет ты всегда примешь взвешенное решение очень спокойная атмосфера и в то же время притягать ну каждый здесь может почувствовать себя как дома и комфортно покурить кальян расслабиться вообще любите отрываться знаете там караоке попить потанцевать я если честно не люблю караоке я люблю петь просто вот мы спать группой нам хватает сцены студии для того чтобы отрываться потанцевать конечно никто не отменял все таки можно да встретить такой дружный хор девочек из горячего шоколада здесь поющих караоке здесь да знаете дома мы тоже как бы поем соответственно здесь тоже соседи не жалуются нет не радуются записи и автограф девчонки а вот смотрела когда готовилась к интервью сегодня буду общаться еще с димой климошенко немножко поговорим о шоу-бизнесе нас канал такой не может больше наверное даже бизнесе для людей которые хотели бы например кто-то хочет открыть свой бизнес кто-то хочет реально стать звездой и вот об этом мы тоже будем сегодня говорить я просматривала youtube канал искала клипы группы горячий шоколад читала отзывы и отзывы были очень восхищённые где такие девушки яркие горячие ждем литву будет он конечно конечно недавно сняли новую работу на новую песню очень горячий трек вот и ждем надеемся что в сентябре и конечно соответственно и надеемся что в сентябре выйдет новый клип значит нашим зрителям можно ждать новый клип в сентябре да конечно супер мы немножко знаете мы удивим новыми образами абсолютно мне кажется для нас это будет что-то такое новое не похоже ни на что я думаю что будет прошлая работа не похожа мы недалеко отходили от стилистики вообще горячего шоколада так как мы романтичный сексуальный коллектив но тем не менее мы считаем что это немножко новый образ для горячего шоколада а в чем новинка кстати мы все не можем секрет вам рассказать конечно это будет сюрприз пусть будет маленькая интрига девчонки а вот в качестве могли бы выступить в качестве таких советчиков вы выступаете в популярной группе уже поете вас люди знают записывайте клипы а есть девчонки которые хотели бы тоже петь и они бы наверное хотели вот получить совет как начать с чего начать я хочу стать певицей вы можете поделиться своими историями как вы пришли шоу-бизнес как вам мне кажется это не может появиться так спонтанно а вот я решила что я буду петь да допустим мы занимались детства вокалом занимались мы шли к этому ну вот по шашкам вот так вот как сначала где-то может в конкурсе которым каком-то участвовали а потом заметил я думаю что это желание либо есть вообще принципе у человека с детства и он просто либо идет на поводу этого желания и разрывает себя в этом либо наверное нет как бы она либо есть но можно сказать точно это очень много работы над собой над вокалом над поведением на сцене никому не будет интересно так если человек может очень красиво петь но у него не будет харизмы и мне будет ну людям не будет интересно смотреть на него поэтому это очень много работы над собой работа она как бы знаете заключается вот такой комплекс и помимо вот обязательно нужно заниматься вокалом спасибо регулярно часто нужно также для стены поддерживать себя в форме это приятно выглядеть иметь форму да и следить за собой в первую очередь поэтому все должно быть факторы да должно быть все должно быть фокусе да обязательно но рабочим начать вот допустим кто-то хорошо поет любит петь вот куда вот девушка куда я пойти вот сейчас много различных еще после которых их могут заметить продюсеры заинтересовать а у нас как заменить мне даже кажется что сейчас это даже легче я жили раньше потому что раньше было и меньше этих всех конкурсов и плюс сейчас очень развиты вот эти все социальные сети да где на самом деле можно найти человека поющего и его могут заметить главное потому что у нас в лисовском центре есть люди которые конкретно вот занимаются этим ищут таким образом через социальные сети даже вот но я говорю это как один из вариантов я как раз занимаюсь раскруткой социальных сетях и вот пожалуйста люди раскручивайте спешите о своих социальных сетях о своих хобби показывайте таланты может быть как заметит продюсер продюсеры проводят эти катинги и они тоже в соц сетях выставляют огромные пасты и вызывая девушек и просто нужно не бояться нужно попытаться удачу как просто написать и я думаю если девушка на самом деле таланты все шансы есть конечно надо сидеть дома ничего не делать конечно и хотеть при этом быть а какими чертами характера должна обладать звезда вот вы сказали харизма знаете мне кажется это очень неправильно говорите звезда потому что человек должен быть не звездой а артистом первую очередь звезда это я не знаю такое понятие звезды они на небе на самом деле вот человек должен быть артистом это профессия такая же как и любая другая просто ты должен обладать определенным качеством обязательно у тебя должен быть характер и стержень иначе без этого как бы да не вряд ли что-то получится обязательно при этом чтобы ты был как бы человек с головой да с мозгами и если мы говорим о коллективе там группа да особенно если это женская группа то нужно находить общий язык нужно и вообще прогибаться да но нужно любить знаете вот любить людей допустим это кстати немаловажный фактор потому что я знаю что часто происходит наоборот вот помимо всех качеств которые должны быть у артиста голос форма опять же если мы говорим о характере да наверное вот так любовь к людям но обязательно ты творчество доносишь людям на самом деле если ты не любишь людей мне кажется они это все чувствуется энергия чувствуется ты выходишь на сцену ты либо любишь и да либо нет своей аудитории и просто быть как вы сказали звездой и считать любить себя ну это неправильно а есть у вас какая-то конкуренция выходят группы диагра и горячий шоколад вы как-то сталкиваетесь на концертах вообще есть конкуренция конечно бывает такое что сталкивались все более но я считаю что конкуренция это хорошо это всегда хорошо потому что без конкуренции в принципе можно ничего не делать сидеть и так все красиво и так ты молодец конкуренция это стимул работать больше а кто вас стимулирует какие коллективы или какие исполнительницы не знаю я сама себя могу стимулировать настолько любим горячий шоколад что это и есть наш стимул вот из тех артистов которые сегодня очень популярны в россии в украине есть у вас вот вы вот смотрите вам нравится например творчество что делают самом деле сейчас очень много наших артистов которые делают очень качественную музыку и прям вот так назвать одного это невозможно потому что очень много вот выходили допустим на концерты на премии мы прям вот оценили а кто понравился давайте далеко не видеть монатик когда просто вот он взорвался на самом деле да очень много подопечных потапа например ну как бы я не знаю все украинские артисты которые сейчас есть на сцене которые получают премия что они достойные у меня не встречает дай она был дай она тоже нас восхищает ну подопечный водой вот тоже лично макс барске она российском рынке участка очень популярна грузово у нас я как бы такое не слушаю покажите покажите что не знаю ольга бузова это как раз показатель характера и стержня да да вот вот вам показатель когда женщина идет своей цели и не видит никаких препятствий да ну она тоже наверное молодец просто допустим ее музыку я не так слушаю я тоже специально не старую слушать на всяком случае очень не восхищает естественно зарубежность получит то на что мы как вы сказали равняемся вот и и слушаем потому что кто из зарубежных отправится и зарубежных я имею ввиду это англионс и риана и дивы до 1 а не в урок а не в урок конечно нравится конечно вы можете перечислить кто нам нравится всех просто не перечислить а как вы где вы сейчас гастролей планируете ближайшее вот у нас когда ближайшее время как раз мы вот летим в одессу потом в кишине прямо из одессы вылетаем в одессе это где-то в клубе будет это закрыто а вот в кишине мы будем выступать в клубе фламинго а где вас можно увидеть в киеве например вот может быть есть место в котором ли клуб в котором выступаете или это только здесь когда есть у нас концерт активе то мы всех приглашаем конечно же ближайшее время пока я не знаю как нужно смотреть график нашего директора сейчас нет к сожалению вот на ближайшее время я не видела там а часто у вас происходит выступление вы не знаю там раз в месяц или раз в неделю ну летом мы не считаем я вот считаю по месяцам а не по неделю то есть неделю может быть такое что понимаете вот артист это вот так мы летим к примеру и у нас либо много концертов сразу либо так бывает что затишь и потому то есть много концертов бывает так чтобы ну как бы в один день хотят несколько даже концертов мы как бы не можем разорваться вот то есть бывает сразу много да а лето обычно такой период все-таки нет летом как раз активно активно вот если вас интересует график артистов я думаю что у всех так менее это вот здесь и происходит до после нового года вот все так скажем на новый год хорошо поработали вот после нового года хотя тоже ну нельзя прям так наверное сказать по разному бывает бывает так что и не угадаешь бывает такое но а поклонники одолевают на концертах на выступления разного бывает дарят цветы был случай когда охрана не заметила одного так скажем поклонника я не знаю как это было возможно на самом деле было очень много людей вот он как-то просочился сквозь это все и почему-то случилось тогда конкретно вот со мной и он в общем схватил меня и начал со мной танцевать медленно и в этот момент наш директор записывала как раз это видео и соответственно она просто смотрела в телефон и говорит мне потом уже рассказывает смотрю тебя кто-то кружит в танце в общем и охрана не видела они же спринется это никто не увидит соответственно сзади как бы да и она быстренько побежала в общем меня спасли ну то есть такого ничего плохого конечно погонники одолевают и просто в жизни даже не на сцене да 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 расскажите поделитесь ну вот история это была очень веселая история если честно потому что я говорила человеку я ему говорила чтобы в общем как бы я выступаю на сцене не стоит и танцевать вот просто просто долго ну цветы мы принимаем потому что это всегда приятно а подарки ну или стояние уже да это мы уже решаем стоит ли принимать давать каждый шанс или нет каждая девушка отдельно решает а вашей группе уже что очень много лет горячий шоколад во всяком случае как я вижу клипы которые были 7 лет назад а вот сколько вы празднуете такой-то есть у вас любителей мы вот так чтобы праздновать годовщины там так как у нас меня листа я думаю по этой причине мы как-то не особо празднуем мы можем каждое праздновать свою маленькую я в группе год я два года я уже пять лет в России есть больше чего рассказать о группе ну да поэтому соответственно когда вы задаете вопросы каких-то курьезов или что у меня есть больше что вспомнить девчонки а как вы отдыхаете сейчас лето вы вообще как ездите где-то не знаю как какие страны любите выбираете как когда есть время конечно же можно позволить себе куда-то поехать отдохнуть но ненадолго потому что работа не ждет мы любим так совмещать знаете когда нас кого-то зовут мы обязательно пытаемся я не в теплые страны и мы обязательно пытаемся вот побольше времени оставить чтобы все-таки несколько дней удалось отдохнуть если так получается а отдых такой пляжный такой отдых или активно разного формата и мне тоже нравится разного формата чтобы все совмещается а страны какие люди больше всего посвящать я люблю Европу очень безумно и в последнее время вот я езжу отдыхать так скажем отдыхать и почему-то больше всего мне запала в душу Барселона я не знаю я после этого как бы ездила дальше ну вот она такая мне душевная не знаю не могу объяснить я вот еще не была там кстати но очень хочу но еще очень много стран которых бы я хотела посетить удовольствие но я думаю что нужно больше посетить тогда уже можно сидеть а вот у нас сегодня заведение в таком азиатском стиле да вот здесь есть элементы японской культуры кухня пан азиатская любите вот такие страны япония ну я бы допустим с удовольствием в Японию слетала но так сказать что меня туда тянуло или нет такого нет но я считаю что нужно если есть возможность у нас время да желание нужно посетить вот максимально больше стран потому что это как бы расширяется твой кругозор культура разная ты по-другому чувствуешь вот даже мир просто я кстати вот была в Гонконге но если честно то ну это просто вот город серый город огромный метрополис я больше люблю какую-то вот красивую архитектуру даже старинную природу вот Гонконг красиво конечно ночью эти высотки это все очень красиво ну вот больше что-то душевное ближе к нам к нашу культуру но отправляетесь вот этим летом куда-то или уже отдыхали уже отдыхали и надеемся еще отправимся если будет время это самое мне кажется приятное поработать и отдохнуть вот мы и едем в Одессу как раз будем там немного есть и подключиться немножко погуляем возможно если будет время да да я надеюсь что там погода не такая даже как у нас – midnight – Продолжение следует...